Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Дианы Желенкова. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Обсерватории Казанского университета планируют внести в список ЮНЕСКО. Ученые НАСА нашли на Луне источник жизни и самый ценный ресурс. 28 октября стали известны результаты предметных рейтингов лучших университетов мира 2020-2021 годов по версии Times Higher Education. По итогам рейтинга Казанский университет по предметному направлению образования поднялся на 4 пункта по сравнению с прошлым годом и занял 90 место в мире. А также впервые был представлен в направлении компьютерной науки. А теперь к другим новостям. По мнению экспертов, Казанская астрономическая обсерватория относится к числу уникальных объектов мирового значения. Чем она интересна для ЮНЕСКО, узнаете в следующем сюжете. В мире существует множество объектов, так или иначе имеющих значение для мировой астрономии. Стоунхендж, Китайский обсерваторий, Дельфийский оракул и многое другое. В России тоже есть интересные объекты. Так, обсерватории Казанского федерального университета планируют нести в список ЮНЕСКО в 2022 году. Причем к уникальным объектам мирового значения планируют нести как Казанскую городскую обсерваторию, так и астрономическую обсерваторию имени Энгельгарда, находящуюся за городом. Еще десятилетия назад ученые Казанского университета, в первую очередь астрономы, вышли с инициативой включения объектов астрономического наследия в номинацию ЮНЕСКО, астрономии и всемирные наследия. Эти обсерватории сохранили полностью и свой инструментарий, а самое главное, здесь продолжаются и научные исследования, и образовательный процесс. Наши студенты физического института получают квалификации в области астрономии и астрофизических исследований. Интерес для ЮНЕСКО представляет Казанская городская астрономическая обсерватория, находящаяся вдоре главного здания КАФУ и построенная в 1810 году австрийским астрономом Йозефом Юганом Литровым. Обсерватория, где сейчас располагается кафедра астрономии космической геодезии, она интересна тем, что, в общем-то, она самая старейшая обсерватория на нашей территории. Ну, все астрономические наблюдения в Казани как раз и начались в здании вот этой обсерватории. Также особым интересом для ЮНЕСКО пользуется астрономическая обсерватория Энгельгарта. Ее построили за городом, когда казанские астрономы поняли, что в городе становится трудно наблюдать за звездным небом. Чем же наша обсерватория в этом плане для ЮНЕСКО важна? Тем, что она выполняла в свое время научные проекты, совместные с зарубежными партнерами, которые были посвящены исследованию звездных положений, которые были направлены на то, чтобы определять соответствующие астрономические, постоянные. Это были такие крупные международные проекты. Это исторический такой вот факт, что эти были программы выполнены. На данный момент в университете продолжаются подготовительные работы по включению обсерватории в список ЮНЕСКО. В Доме правительства Республики Татарстан состоялось очередное заседание Совета директоров ООО «Татнефтехиминвестхолдинг». Вел заседание президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. В работе также принимали участие премьер-министр Республики Алексей Песошин и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. На заседании были рассмотрены итоги работы нефтегазохимического комплекса Татарстана за 9 месяцев текущего года. К другим новостям. Врачи утверждают, что время вакцинации в самом разгаре, поскольку пик заболеваемости гриппом приходится на январь. Тем временем в университетскую клинику Казанского университета поступило 4800 вакцин против гриппа. Совигрипп. Все подробности в сюжете. Грипп прогрессирует и каждый год у него появляются новые штаммы. Он опасен такими осложнениями, как синусит, бронхит, гайморит, внутренними кровотечениями и гриппозной пневмонией, которая имеет большое количество ретальных исходов. Приивка от гриппа, конечно, не гарантирует стопроцентной защиты, но позволяет избежать осложнений. В университетскую клинику Казанского университета поступила вторая партия вакцины против гриппа. Совигрипп. Совигрипп это вакцина, которую разрешено сделать с 18 лет без ограничения возраста. Время было ограничение возраста до 60 лет. То есть, среди грипп мы можем всему взрослому населению прививать. Входят туда три штамма гриппа, который циркулирует сейчас у нас в Российской Федерации. Он с консервантом. То есть, детям и беременным не нужно делать. Напомним, что привиться можно в поликлинике Казанского университета по адресу улицы Вишневского, 2А, приивочный кабинет номер 116. Предварительно без очереди следует пройти обязательный медосмотр у врача, чтобы получить назначение на прививку. После прививки не рекомендуется принимать водные процедуры. Нельзя тереть и чесать место прививки. Требуется не перехлаждаться. Единственное ограничение для прививки в возрослом возрасте – это аллергия на куриный белок. В этом году Казанский университет отмечает свой 10-летний юбилей в статусе федерального. И, конечно, свое 216-летие с момента основания. В честь этих событий стартовал масштабный конкурс. Все подробности далее. А какое твое любимое место в КФУ? О нем ты можешь рассказать, присоединившись к конкурсу под названием «Мой уникальный федеральный». К участию приглашаются все – студенты, сотрудники и выпускники. Конкурс приурочен к 216-летию Казанского университета и к его 10-летию в статусе федерального. Для каждого из нас, вне зависимости от того, это студент ли, сотрудник ли, либо это вообще выпускник Казанского университета, есть свое место силы, место, которое мы любим. Скверик, аудитория или, может быть, просто какой-то уголочек, который нам нравится приходить между парами и отдыхать. И, соответственно, мы хотим, чтобы каждый признался в любви своей альмаматор через вот такие вот посты в Инстаграме, ТикТоке, на Ютьюбе. На базе этих площадок будут засчитываться конкурсные работы. Правила следующие. Опубликовать пост об одном или нескольких любимых местах в университете. В Инстаграм минимум три предложения. Одно или более фото или видео. Продолжительностью до одной минуты. В Ютьюбе видеоролик минимум одна минута. В ТикТок от 15 секунд. Самое главное поставить хэштеги. Мой уникальный федеральный и 10 лет КФУ. Мы будем оценивать работы в категории студенты. Мы будем оценивать работы в категории сотрудники-преподаватели. И третья категория – это выпускники. В каждой категории, в каждой номинации мы будем выявлять как раз первые места, вторые и третьи. Это и денежные призы, и, конечно, памятные тоже. Так что все условия надо внимательно посмотреть. Пусть небольшие суммы, но это все равно очень, мне кажется, приятная мотивация. Успей принять участие. Конкурсные работы принимаются до 23 ноября. С положением можно ознакомиться на официальном сайте Казанского университета. Имена победителей будут опубликованы 25 ноября в официальном аккаунте ВУЗа в Инстаграм. Важно, что лучшие работы будут транслироваться не только в аккаунтах Казанского университета в социальных сетях, но и на студенческом телеканале Универ ТВ. Все мы знаем, что вода – источник жизни. Но что, если он будет обнаружен не только на нашей планете, но и за ее пределами? Например, на нашем ближайшем соседе – Луне. На Луне есть вода, подтверждает НАСА. Его совместный с Германией проект «Стратосферная обсерватория Софии», созданная на базе самолета Boeing 747, установил, что молекулы воды находятся в кратере Клавиос. Несмотря на то, что концентрация воды там очень мала – менее полулитра на квадратный метр, ее достаточно для проведения многих технологических процессов на поверхности Луны. Это вода, а не какие-то элементы гидроцированных минералов, которых ажла поддержат в связанном состоянии, которые очень сложно добывать. Из этого количества воды получать топливо для ракет с фазуратом полезного ископаемых на Землю. И также возможность запуск ракеты на Марс, если топливо, обоснованное, так сказать, разложение воды на водород и кислород, будет приготовиться на поверхность Луна. Первые залежи воды в виде льда были определены еще 10 лет назад, на северном и южном полюсах спутников, в глубоких и тенистых кратерах. Но открытие ученых НАСА примечательно тем, что вода была впервые найдена на солнечной стороне Луны, ее экваториальной части. К тому же, ее оказалось в два раза больше, чем предполагалось. Все это повышает удобство посадки космических аппаратов и дальнейших действий для производства топлива и других технологических процессов. Значит, миссия, здесь самая важная, наверное, сейчас программа, это американская программа «Артемис», называется, которая в 2022 году полетят спутники и зонды для исследования уже конкретных мест от посадки, для конкретных мест от выбора, для анализа полезных ископаемых, и в частности, полезных ископаемых для этой воды, для технологических нужд. Напомним, что ранее японское агентство аэрокосмических исследований Джакса заявило, что намерено к 2035 году построить завод по производству водородного топлива на Луне. Диана Желенкова, Универньюс. На этом все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч!